Новая газета опубликовала статью под заголовком «Право становится все больше лево». В ней журналист Андрей Островский рассказывает о своих впечатлениях от двухдневного апелляционного заседания в Мосгорсуде по делу Игоря Пушкарева. Журналист вспоминает судью Алексея Криворучко, который отказался смотреть видеоматериалы по задержанию Павла Устинова и считает, что последние судебные скандалы слишком откровенно указывают на карательную, а не состязательную сущность правосудия. В новой газете журналист пишет. Нам со всех сторон говорят, давайте решать вопросы в правовом поле. Давайте. Но если у вас оправдательные приговоры по официальной статистике составляют 0,3%, меньше арифметической погрешности, если у человека, попавшего в жернова системы, шанс на что-то надеяться. Есть тенденция, и она печальна. Карательный характер правосудия становится все более выпуклым. Это только на эмблеме уфемиды чаши весов пребывают в равновесии. На практике, смотри статистику, можно говорить о слившейся в единое целое судебно-силовой системе и защитниках-адвокатах, превращающихся в тюремных аниматоров. А сам экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев на своем сайте опубликовал стенограмму рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде от 3 октября и написал пост об этапировании в колонию. В течение 10 дней после того, как ему будет вручено решение Мосгорсуда в документальной форме, его должны этапировать. Пока неизвестно, в какую колонию он будет отправлен, также неизвестно, сколько времени экс-глава Владивостока будет находиться в пути. Он пишет на своей странице в Facebook. Я считаю, что за прошедшие 40 месяцев мучений и издевательств над нами и на предварительном и судебном следствиях, и на заседании в Мосгорсуде мы убедительно доказали всю абсурдность и нелепость предъявленных нам обвинений. Мы открыто излагали свои доводы, и каждый из вас мог и может с ними ознакомиться на моем сайте igorpushkarjev.com. Желаю всем быть свободными. Написал Игорь Пушкарев. Продолжение следует...